Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! В том году я рассказывала вам, как мы переехали с моими растениями в село. Все было хорошо, летом они у меня росли, на солнышке. Ну, а осенью столкнулись с тем, что места нет, окна маленькие в том домике, в котором я живу. И растения вот так вот у меня мучаются, стоят один на другом. И вот уже зимой я пришла к выводам, что часть коллекции надо распродавать. Потому что есть дубли, есть и по три одного сорта вазона. Вот я хочу в этом видео познакомить вас с некоторыми сортами. Итак, Double Orange. Оранжевая, махровая, очень яркая бугенвилляя. Махровые бугенвиллии отнюдь, некоторые люди думают, что они прихотливые. Нет, они такие же, как и с простым прицветником. Ничего сложного в уходе нет. Double Lilla Rose. Вот это летнее цветение на улице стоит. А это у меня в квартире на окне зимнее цветение. То есть цвета отличаются в зависимости от количества освещения. Это Double Red. Double Purple. Double Purple есть, это махровая, а есть не махровая, верди. Парпл, дальше я буду показывать, вы посмотрите. Вот такой же самый цвет, только форма прицветников другая. Вот это уже под конец цветения. Тоже красавица не выгорает. Персиковая тайская золота. Она вначале идет такая рыжеватая, а потом переходит в такие рыжо-розовые оттенки. Следующий сорт Double Pink. Розовая, махровая, достаточно насыщенный цвет, не бледная. Дания Вайт и есть еще сорт из белых махровых Limberlose Beauty. Значит, сорта похожи. Дания Вайт идет зеленцой. Limberlose Beauty, у нее как такие бывают окрасы на большом солнце. Такое, как розовое напыление, вот видно по прицветнику. Ну вот, у Дании Вайт или Роз Бьюти, если будет очень много солнца, обе они вот окрасятся, вот как вы сейчас видите на картинке, и та, и другая будут загорать. Прицветники будут загоревшими. Желтая махровая Asia Gold. Красивый, яркий, желтый цвет. Чем больше солнца, тем она более насыщенная. Ну, а сейчас Вера Ди Парпл, вот про которую я вам говорила, обычно в отелях южных странах очень любят использовать. Для зеленения именно этот сорт Бугенвиллии. Похожий чем-то сорт Рубиана, тоже красивые, яркие, рубино-малиновые прицветники. Калифорния Gold. Интересный сорт, может просвести и желтые, желтые могут быть прицветники, а когда много солнца на каких-то других удобрениях, тот же Вазон, вот у меня вы видите пример, просвел оранжевыми прицветниками. То есть название Gold, но вместе с тем можно ожидать не только желтый, но и оранжевый цвет. San Diego Red. Есть клоун, у него доуфина, абсолютно одинаковые. Рубиновый прицветник, переходящий в малины. Очень крупный прицветник и красивые листья с варегатной листвой. Даже когда не цветет, это растение очень богато смотрится. Следующий сорт Бикалорный Мэджик. Белоснежные крупные прицветники. На солнце вот такие вот малиновые мазки или напыления появляются на прицветниках. Этот сорт называется Леди Мэри Баринг. Я показываю вам черенок, для того, чтобы вы поняли, что зацветает даже в черенках. Очень рекомендую этот сорт для новичков, потому что уже сразу он вас порадует своим цветением. Главное, чтобы было солнце. Голден Танго, у меня есть отдельное видео про эту потрясающую Бугенвиллию. Мистер Бат Компакт тоже рекомендую для новичков. Очень обильное цветение, долго ждать не надо. Мэри Паумер, дорогой сорт. У меня осталось пару растений взрослых. Красивая варегантная листва и такая вот нежнюля. Даже когда не цветет, она красивая. Но растения, если стояли, вот как у меня на стеллажах, сейчас окраса на листьях нет. Сингапур Пинк. Сингапур Пинк это редкий сорт. В свое время огонялась за ним. У него такие лилийцветные прицветники. Очень необычный цвет. Редкость. Еще существует такая Сингапур Вайд. Белая. Вот с такими вот необыкновенными прицветниками. Райс Берри Айс Роса. И еще и сорт Лоттерити. Очень похожий по окрасу. Оранж Глуб. Значит, когда много солнца, на листиках появляются такие крапинки. Мини Тай я рекомендую людям, у кого уже нет места на окнах, а хочется еще какой-то цветущей красоты. У нее очень мелкий листик. Она очень компактная. С нее можно делать красивые деревца и бонсаи. Очень хороший сорт. Мисс Универс бикалорный, нежнюля, бело-розовые прицветники. Такой необыкновенной формы. Очень такой интересный сорт из бикалорных. Вот она на переднем плане. Из бикалорных еще могу сказать, есть еще такая как Сноукоп Мульти. И есть Цитра. Цитра или Читра, кто как ее называют. Такая клубника со сливками. Очень красивый цвет. Чем больше солнца, тем больше окрас. Это мисс Элис. Элис в квартирных условиях белая, а на солнце она может тоже загорать. Боизда розыс, оранжевый цвет, переходящий потом в такой лососево-рыжерозовый. Вот это часть моих бугенвилей. Так что, кто заинтересовался, получите уже взрослые растения, не черенки. Пожалуйста, пишите, звоните. Отправляю только по Украине, новой почтой. Все доедет в лучшем виде. Опыт пересылки у меня большой. На этом заканчиваю. Всем пока. Желаю всем красоты и мира.